Мы начинаем, и гость сегодняшнего нашего эфира – Канти Табудхи Прабу. Мы очень много смотрим о его подвигах Санкиртаны в нашем чате. Это очень приятно, это очень вдохновляет. И сегодня мы сможем с ним пообщаться. По традиции новости нашего чата посмотрим сейчас быстренько. Что у нас здесь из последнего? Дружба в сознании Кришны Евгений Денисов прислал цитату. Радханатхи с вами. Почитайте, я думаю, это очень интересно. Цитаты от Анусу и Матаджи. Преданные проявляют сострадание к тем убогим душам, которые лишены духовного знания. Далее у нас здесь объявления. Дорогие преданные, Хари Кришны, примите поклоны. К сожалению, Ютубка нам молит заблокированным. В ближайшее время мы создадим новый или попробуем восстановить заблокированный канал. Завтрашний эфир в силе будет проходить в зуме. Действительно, я попробовала сделать трансляцию. Не получилось, поэтому будем ждать, пока восстановят канал. Также у нас объявление. 18-го, то есть это сегодня, и Кадыши. День, когда все хорошее умножается на тысячу. Также отчет деятельности команды нашей прекрасной. И ссылки на то, где можно заказать книги на Валберес и на Азоне теперь. Тоже ссылочки есть. Так, это преданные собирались вместе. Что-то делали, что-то красили, что-то убирали. И также была встреча с Матаджимандакинем. Это уже в Москве, в Дмитриеве. И сегодняшняя цитата. «Все, что требуется от живых существ в Кали-Югу, это лишь помнить святое имя Господа и неустанно произносить его». Шри Харинаман Чинтамани. На этом мы заканчиваем. Переходим к нашему эфиру. Немножко расскажу про Иканте Дабудхи Прабу. Сначала он жил в Брахмачаре Ашеме в городе Харькове с 2015 года. И основное служение – это служение в миссии Шрил-Прубада, распространение книг. Во время войны переехал в город Черновцы и полгода распространял книги там. В конце сентября переехал в Киев и продолжает распространять книги 5 дней в неделю. Передаю вам слово. Харе Кришна. Харе Кришна. Я передаю вам слово. Озвучу еще наш регламент. У нас настройка на джапу 15-20 минут. Затем совместное воспевание одного круга джапы. Далее мы поем молитву Господу Нарисим Хадеву. Вы поете. Мы с выключенными микрофонами подпеваем с вами вместе. И далее ответы на вопросы. Хорошо слышно, да? Да, да, вас хорошо слышно. Пожалуйста, передаю вам слово. Очень рады вас сегодня видеть у нас, познакомиться с вами вживую, потому что мы очень давно и долго смотрим ваши подвиги в Сан-Киртане. На самом деле очень вдохновляет. Спасибо вам огромное. Харе Кришна, примите поклоны. Спасибо большое за такую возможность поделиться. Простите, если будут какие-то проблемы с интернетом, независимые от меня. Да, сегодня очень такой благоприятный день для погружения и кадаши, пир святого имени в первую очередь. Да, и вот мы как раз сделаем небольшую настройку на святое имя. И вот я хотел прочитать это. Ученица Шилани Ранджина Махараджи задала ему вопрос. И он ответил по поводу святого имени. И на основе этого ответа мы немножко пообщаемся, настроимся. Ее вопрос такой. Как можно осознать, что имя Кришны неотлично от Него самого, чтобы не игнорировать его, когда мы повторяем Харе Кришна? То есть вопрос в том, как понять, что Кришна неотлично от Своего святого имени, как его почувствовать в этом. И Шилани Ранджина Махараджи отвечает. Понять, что Кришна неотлично от Своего святого имени, это не механический процесс. Это не что-то такое, что вы можете сделать и сразу увидеть Кришну в Его имени. Как и во всем, в духовной жизни за Кришну всегда остается право выбора. И Он сам решает, как Он откроется каждому человеку. За Ним остается право принять это решение. То, что для одного человека является способом достичь этого решения, может не быть тем же самым в ситуации другого человека. Но то, что работает для каждого, это любовь. И любить очень сложно. Это не так просто. Это не дешевка. Чтобы взять вожделение для Меня и полностью превратить его в любовь для Кришны, необходимо очистить сердце. Без Четадарпа на Марджинам, без очищения сердца, вы не сможете увидеть Кришну в Его имени. Так что началом является очищение сердца, которым вы занимаетесь. Но вам не нужен процесс очищения. Продолжать процесс очищения означает, что какие бы препятствия ни появлялись сейчас на вашем духовном пути, вам нужно преодолеть их. И если вы их не преодолеете, то это будет тормозить ваш прогресс и способность почувствовать присутствие Кришны в Его имени. Он не откроется. Он откроется только тем, чьи сердца чисты. И что же нам делать? Как обрести чистое сердце? Мы обретаем чистоту сердца через обращение Кришне в Его имени, через молитву. 13 декабря 2017 года. Прочитаем благоприятные молитвы. Омагьяна-тимирандасягьянанджана-шалакая чакширун-бритамьяна-тасмай Шри-гуравэ-намаха Шри-читаняманобиштам стапитам ей на бутале Своям рупах кадамах Ям дадатисва падантикам Ванча-калпатарубьяшча Крипасинду-бьяевача Патитанам паваны бьёвайшнавэ бьё-намо-намаха Джай Шри-кришна-чайтаня Прабу-никянамда Шри-адвайта-гадат-хара Шива-садьиго-рабактавринда Харе-кришна, харе-кришна Харе-харе, харе-рама Харе-рама, рама, рама Это Будхи Прабу, вы меня слышите? Вы подзависли. Я думаю, он сейчас вернется. Я думаю, он сейчас вернется. Включайте у себя звук. Харе Кришна, простите, у меня как раз начинаются проверки. Только дочитал молитву и сразу же меня выкинуло. Интересно вообще, как оно работает. Сейчас слышно, да? Да, 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 слышно. Вот такая вот интересная ответ на вопрос. И мы знаем стих из Священных Писаний о природе Сатого имени. То есть, что имя Кришны – это Чинтамани, это философский камень, который способен исполнить любые желания. То есть, Сато имя награждает материалистов Дхармой, Архой, Камой и Мокшей. А чистым преданным оно дарует беспримесную любовь Кришны. Будучи неотличным от Кришны, Сато имя также не имеет начала и абсолютно духовно. Да, ведь в самом как бы описании «Нама Чинтамани Кришнах», то есть это что, философский камень, «Читание раса в играхах». То есть «Читание в играхах» – это значит, что это живая личность. И «Фурна шутха нити мукта», то есть она не имеет материальных несовершенств, и вечно свободна, вечно чиста. У нас, похоже, сегодня будет интересный эфир. Ждем возвращения наших гостей. Продолжение следует... Харь Кришна, сейчас слышно? Простите за такие... Не могу понять, почему именно в этот момент перестал работать нормальный интернет. Сейчас меня слышно? Да, да, слышно, видно. Ага, простите, спасибо. Да, то есть здесь записывается, что Сато имя процесс этот не механический. То есть что просто вот, например, как уровень кармы, что я просто что-то сделал для Кришны, и Он обязательно меня должен вернуть. Как, знаете, в автомат монетку бросил, сразу тебе должен товар выдастся. Так не происходит. Как Кришна даже в Гаврадхана Лилия, Он рассказывал, что... Зачем вы поклоняетесь Индре? Вы поклоняетесь своему труду. Просто выполняя правила свои обязанности, вам все само собой придет. То есть такое как бы... Но так не работает. Так не работает с Кришной, что ты просто... Вот я сделал, теперь ты мне должен. Это как бы бизнес, такие отношения, но Кришна так не отвлекается на такие бизнес-отношения. Так же самое, как уровень гьяны, в том, что вот я своими усилиями добьюсь. Мне нужна милость, мне нужна достичь. Я своими усилиями всего добьюсь. Но это тоже не работает с Кришной. Сколько бы ты усилий не прилагал, каким бы ты отреченным не был, все равно, как здесь описывается, что за ним остается право открывать себя. И как раз вот интересно хотелось разобрать момент по поводу того, ну, как Дамадараш, таки, да, мы знаем, в этой лиле самое главное, это как усилия наши и милость Кришны. И вот есть интересная история. Это есть такая сампродая, Рамануджа сампродая. Одна из ваштанг их сампродая. И у них есть, они как бы разделены на две группы. То есть одни считают, что все зависит только от милости Кришны, а другие считают, что все зависит от наших. Уже не сможет следовать за мамой. То есть все зависит от наших усилий. Мы должны крепко держаться. А вторая история, это когда все зависит от милости Кришны, это как мама котенка кошка переносит. То есть ты просто полностью зависишь от милости, просто тебя мама переносит и все. Вот такие как бы две философии. И как бы вот вопрос в чем? Так все-таки от чего зависит? Все по милости Кришны или только от наших усилий? Это как раз наша философия, которая принес распочитание, заключается в том, что приводится такая аналогия, что мы как будто оказались в колодце. И духовный учитель, он нам бросает веревку, спасая нас. Таким образом, есть и милость духовного учителя, милость Кришны тем, что он нам дает веревку эту. И так же самое наше усилие, в том, что мы должны сами по ней карабкаться и залазить. То есть как бы синтез и того, и того. И наши усилия, и милость Господа. Но в первую очередь наши усилия, чтобы показать Господу, что я хочу, я хочу обрести Твою милость. И как раз вот там упоминал Шилани Ранджида Махараш по поводу стиха, что очень важен процесс ощущения нашего сердца. И мы очень, ну, вначале очень энтузиастично повторяемся Твое имя, потому что мы чувствуем, как оно проявляется в нашей жизни, как мы счастливы, как наше сердце ощущается, мы это на себе ощущаем. И потом, дальше в Шишахстане есть другие стихи, да, есть следующий стих, когда мы понимаем, что Твое имя действительно такое чисто, в нем нет никаких изъянов, и там есть вся энергия, но прикасаясь с ним, я понимаю, что у меня нет сил, нету вкуса к этому, мне тяжело. И как раз решение этого в следующем стихе, это третий стих Шишахстане, да, «Тринада пису ничина, тарора писа хишнуна, аманада на киртанях садахари». То есть «Быть терпеливее дерева, смирение травинки». Это как раз очень важно в этом плане развивать. Почему? Потому что, да, как раз мы можем применять в обществе преданных, это третий стих, в обществе преданных, имея какое-то служение и взаимодействие с преднами, и как раз мы можем практиковать это терпение, смирение. И таким образом, как бы, строя отношения с преднами, мы получаем это терпение и смирение, и можем таким образом в этом настроении повторять все это имя. И вот чем уникальен этот путь Бхакти? Тем, что Кришна сам помогает на этом пути. То есть в путях других, кармы, гьяны, мы прилагаем свои усилия, все зависит от наших усилий. Меня слышно? Тут пишут, что нет звука. Да, вас слышно. Все, понял. То есть в карме все зависит от моих усилий, гьяны тоже. Но путь Бхакти в том, что Кришна помогает на этом пути. В этом его уникальность, потому что он сам помогает. Мы просто должны признать, что я не способен, мне тяжело, но тем не менее я хочу к тебе. Я хочу все равно служить тебе. И Господь, он дает эту силу и милость. И то, что это помогает, мы в прошлый раз разбирали, что есть разные капсулы. Многим понравилась эта аналогия капсул. То есть что есть капсулы плацебо пустые, капсулы ядовитые, капсулы с нехтаром. И я еще раз напомню, то есть пустые капсулы, это когда мы невнимательно повторяем ядовитые, это когда мы повторяем желанием, наоборот, занять Господа в служении себе. И с нехтаром это в правильном настроении. И как раз вот эта правильная молитва, она очень важна. Она то, что помогает, как раз вот то, что здесь описывается в ответе Шидани Ранжида Махараджи, что через молитву мы обращаемся. То есть мы повторяем все это имя, но делаем это не механически, а мы вкладываем внутреннюю суть, что мне тяжело, но тем не менее я хочу все равно к тебе. И вот это настроение, когда мы вкладываем эту молитву, просьбу Господа, искренне просто говорим о своем положении и о своем желании, что мы все равно хотим. И он, видя это желание, видя наши усилия, он дает эту милость и дает нам возможности соприкоснуться с ним. Он может сам открыться, сам открыться перед нами. То есть это вот правильная молитва, правильное настроение. И то, что мы говорили, третий стих в Шахстане, мы можем практиковать в обществе предных, имея какое-то регулярное служение в храме или вместе с предными. Мы соприкасаемся с другими и проявляем эти качества, потому что иначе будет тяжело сотрудничать. И таким образом мы можем это практиковать и мы получаем милость предных, что тоже очень важно в повторении Святого имени. То есть не только от моих усилий, а то, что служа предным, и когда предным нам довольны, даже не обязательно, что они там должны возлагать у нас руки и благословлят, даже просто послужив им, если они нами довольны, мы получаем эту милость, тогда совсем по-другому Святого имя открывается. То есть Кришна тоже на это обращает внимание, как к нам относятся преданные. Это такой тоже очень важный аспект. И последний аспект – это проповедь. Я не мог об этом не сказать, как это важно проявляется. На Святом имени мы знаем, есть намаручи, как раз то, что мы проявляем правильное настроение, вошнавасева – служение предным, и дживадо – это страдание к другим живым существам. И как раз это давая другим Святого имя, помогая другим, проповедуя. Мы так же само получаем милость Святого имени. То есть Господь тогда нам тоже в этом аспекте проявляется. И как раз есть интересная история. Это про Рамануджа Ачарю. Он когда-то пришел к духовному учителю. И духовный учител говорит, я тебе открою очень сокровенную, секретную мантру, но ты должен никому рассказывать. Потому что это очень серьезная мантра, ее никто не должен знать. Он говорит, хорошо. Духовный учител ему дал Харе Кришна мантру. И как только я услышал Рамануджа Ачарю, он сразу же выбежал на улицу, начал кричать, собирать всех людей, и начал давать им это Святое Имя, чтобы они все повторяли. И все были в шоке, когда это увидели кастовые Браманы. Они увидели, что он делает. Они пошли жаловаться духовному учителю Рамануджа Ачаре. И учитель пришел к Рамануджа Ачаре и сказал, что ты делаешь. Это сокровенная мантра, ее никто не должен знать. Ты за это пойдешь в ад. Он говорит, ну и пусть я пойду в ад, зато все эти люди получат освобождение и получат милость Святого имени. То есть представляете, насколько у него было такое настроение поделиться этим Святым именем. Это очень важно. У него было сердце сострадательное. И вторая история, это по поводу Санатана Госвами. Один преданный Господа Шива, он молился Господу Шиву и хотел получить камень, радостный камень Чинтама, не философский камень. И Господь Шива проявился и сказал, хорошо, ты можешь пойти к одному Святому, который живет на берегу Ганги. Его Санатана Госами зовут. И попроси у него есть этот философский камень. Ну хорошо. И этот преданный Господь Шива пришел к Санатану Госами и говорит, мне сказали, что вы великий святой, мне сказали, что у вас есть философский камень. Говорит, да, есть. Он был погружен в повторение Святого имени, Санатана Госами, сыновья Вениами. Он говорит, да, есть, вот там среди кучи мусора он где-то лежит, можешь там его найти. Ну и тот пошел, нашел этот камень, а потом подумал, ну как это так, интересно. То есть получается, что у него философский камень просто в куче мусора лежит. Интересно, что у него такое более богатство, что он так, что в таком месте у него хранятся такие драгоценные вещи. И он тогда к нему обратился. А что тебе еще более драгоценнее, если раз уж так? Он говорит, ну и я тебе могу рассказать, но для этого тебе нужно выбросить этот свилософский камень в реку. И тогда я только смогу. И тут стала такая дилемма у этого преданного его с подошивой, что ему делать? То есть выбросить камень, все-таки так он стремился к этому. Но в итоге он решился, он выбросил камень, пришел к Санатане Госами, и Санатана Госами дал ему святое имя. Дал ему посвящение святого имени. Святое имя. То есть это самая драгоценность, потому что оно дает то, что не может дать никакая материальная вещь. Но дает вечное отношение с Богом. И это то, что не купишь ни за какие материальные вещи. Это самая дорогая драгоценная, которая с нами уйдет всегда. Это как вечный духовный счет. Если подытожить то, о чем мы говорили, сделать основные акценты на том, что когда мы повторяем, что имя очень важно вкладывать это настроение. Мы можем видеть на стихи Шикшаш, можем своими словами обращаться к Господу, повторяясь это имя, и таким образом эту внутреннюю молитву всегда, чтобы она была. Потому что просто механический процесс не даст такого эффекта. Второй момент – это служить преданным. То есть, служа преданным, мы получаем милость преданным и вкус к Святому имени, когда они довольны нами. И третье – это проповедь. То есть, делиться с другими, проповедовать Славу Святого имени. И таким образом, также самое Святое имя проливает милость на нас. Ну и последнее. Последнее я хотел так поделиться. У нас было недавно собрание одним старшим Брамачаре, ученик Гопал Кришна Асвами. Он рассказал, что у него был наболевший вопрос. Это как бы бонус. Бонус сегодня такой. У него был такой вопрос, что говорится, что преданное служение Святого имени можно купить только за одну цену. Это сильное желание. И вот он подходил к разным преданным и спрашивал, как получить это сильное желание, как его культивировать, как, как. И ему разные преданы разные вопросы давали, но не было у него удовлетворения. И он обратился к своему духовному учителю, Гопал Кришна Асвами. И он ответил всего два слова. Но эти два слова, как бы, его сразу же успокоили. Он говорит, мой ум сразу же успокоился. Отходите узнать, какие он два слова сказал. Он сказал, садам на бахте. Как это просто бы не звучало, но тем не менее, так оно и есть. Потому что это наш процесс, то, что мы можем предложить Кришне. Но самое важное в этом, это не механическая практика, а то, о чем мы говорили в самом начале, именно вкладывать молитву. Вкладывать молитву в правильное настроение, в то, что мы делаем. Повторяем стоим, занимаемся услужением. Когда мы в это правильное настроение вкладываем, то Господь сразу же отвечает. Спасибо большое за внимание. Сейчас можно как раз повторить один круг джапы. И как раз попытаться вкладывать это настроение сейчас в это имя. Ледный, включайте, пожалуйста, у себя звук. Жизнь Кришна, Чайтанья, Прабуни, Чананда, Шриадвай, Тагдадхара, Шиваси, Горавак, Савришна. Саври, 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 Саври. Саври, 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 С Продолжение следует... 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 В любом случае, от внешнего результата не зависит количество, так сказать, бхакти, это не то, что тот, кто больше распространяет, у него больше бхакти, и того, кто меньше, это не так работает, но, тем не менее, ощущается, что это все милость Кришны. Это очень четко и ясно, заметно, особенно в связи, если есть с чем сравнивать, то действительно ты понимаешь, что ты делаешь то же самое, что делал год назад, два года назад, ты говоришь то же самое, ты делаешь то же самое, но просто тогда не сильно так много брали, в этот раз сильно. Ты понимаешь, что от тебя мало что зависит, это все реально милость Кришны, и по-другому это не назовешь так. Это действительно удивительно, потому что он там проявляется, как-то посылает таких людей интересных, как-то ты как-то словами какие-то вещи их цепляет, там йога, медитация, какие-то такие моменты. И ты просто как в театре или на фильме, ты просто как свидетель того, что происходит, ты сам удивляйся, как такое вообще может быть. И это действительно ощущается, ощущается, как Кришна проявляется, и ты просто удивляешься тому, что это с тобой происходит, откуда такие общие люди появляются, как такое вообще возможно. Да, это такой удивительный опыт, и этот марафон для меня особенный, и этот год вообще для меня особенный в плане распространения книг, этот марафон, то есть это был лучший марафон моей жизни на данный момент, и это удивительное, удивительное такое погружение было. Даже вот недавно, один период нагрел, что, когда Шрилапрабхада часто нагрел, удвойте, да, удвойте распространения книг, удвойте, удвойте, то один из моментов, что нужно удвоить, это свою медитацию на Кришну. Не то, что количество постоянно удваивать, а именно свое погружение, погружение Святого Имя, погружение в изучении Писаний, погружение, именно это погружение, вот то, что нужно действительно удваивать. И когда мы действительно это усиливаем, то Кришна проявляется потом, деятельным образом. Гарри Кришна, всегда много говорю. Спасибо большое за ответ. А скажите, пожалуйста, как вы настраиваетесь перед Санкиртаной? Ну, когда ты живешь в храме, это очень просто, потому что храмовое расписание, это и есть вся настройка на самом деле. То есть, с самого утра ты встаешь, включаешь лекции, слушаешь Шилапрабхаду, духовного учителя, вот, потом Манглаарати, то есть Манглаарати, это, в принципе, тоже медитация на духовного учителя, как он, например, в шестом стихе Гурваш, такие писания, как он помогает подготавливать подношения для Радхи Кришны. В восьмом стихе говорится о том, что только по милости духовного учителя мы можем совершать прогресс. Вот, молимся Господу на Рисимхе, чтобы он защитил нас, да, помог справиться с внутренними врагами. И молитва Туласи, так же самое, мы медитируем на сокровенное служение. И гуру Пуджа, то есть мы тоже получаем милость духовного учителя, повторяем в обществе преданных сатоимя вместе. И это идеальная настройка, вот, потом лекция по Шримад Багаватам и замечательный просад, так сказать, самая лучшая настройка, вот, когда ты живешь в храме. Ну, и все это можно так же самое применять дома, в той степени, в которой есть возможность. Ну, как жить в храме, это, ну, главное просто быть осознанным, как бы, не механически, да, а именно осознанным, это то, что помогает правильно настроиться. Ну, и еще моя такая очень сильная настройка, так получилось, что мой духовный учитель, он приехал, в Украину проходил фестиваль небольшой, ретрит, ретрит, и святого имени тоже, и духовный учитель приехал, и, ну, я ему, как бы, отправлял отчеты, распространение книг, он мне подарил такой вот алтарь, панчататвый. Вот, он, это алтарь, которому он поклонялся, когда он был в Брамачаре, три года, в 74-м, 75-м, 76-м году, когда он был в Брамачаре, они ездили на автобусе, и поклонялись там алтарю, предлагали пищу. И вот он из Америки привез мне этот алтарь и подарил, и, как бы, ну, с таким, что, как бы, чтобы это была моя медитация каждый день, я каждый день медитирую на этот алтарь, молюсь, панчататве, чтобы они проявили свою милость, и потом удивляйся, как эта милость проявляется. Спасибо вам большое за ответ. Гапали Матаджи пишет, Харе Кришну, у вас есть секрет, как чувствовать то, что хочет Кришна? Это интересный вопрос, как это чувствовать. Очень высокий уровень, чтобы так напрямую чувствовать то, что хочет Кришна, поэтому всегда лучше действовать под руководством, и всегда сверять, даже если нам что-то кажется, всегда лучше сверять с какими-то старшими, с преданными, которым мы доверяем, вот, и спросить у них наши ощущения, да, в этом плане, чтобы была полная уверенность, потому что даже, ну, это очень важный такой момент, потому что для нас Духовный Учитель – это проявление Кришны в этом мире, и поэтому, когда мы следуем, мы следуем Духовным Учителем, тогда нет сомнений в том, что Кришна это принимает, в то же время Кришна доволен, и есть также представители Духовного Учителя на местах, к которым мы можем обратиться. Ну, а так самое лучшее это получать от преданных, от преданных служений, и тогда тоже нет сомнений в том, что это все по Парампоре, да, к нам переходит, и таким вот образом. Ну, иногда бывает, что есть такое сильное желание пойти на Санкирту, потому что оно не может удержать ни от чего, и ты просто, ломка у тебя как бы начинается, ты просто выбегаешь. Возможно, что это тоже желание Кришны. Ну, действительно, потом удивляешься, какие люди интересные посылали, ты понимаешь, что не зря вышел. Да, ну, так вот можно. Ну, видите, классно, что у вас есть желание бежать на Санкирту, но просто кто-то не хочет делать то, что говорят, ну, да, по Парампоре, скажем так, хочется делать что-то свое, которое не связано с Кришной. Здесь уже сложнее, конечно. Ну, да, ну, тогда нужно как бы это прояснять тем преданам, которым мы доверяем, чтобы они помогли нам связать, связать все с Кришной, да. Спасибо. Матаджи Елена пишет. Дорогой Иканти Табудхи, благодарю за настройку. Вопрос про раскол между русскими и украинскими преданными. Невыносимо больно от этого, ведь это не русские преданные начали войну. Но сколько всего происходит, и раскол очевиден. Даже старшие преданные отказываются проповедовать для русских преданных. Как реагировать на то, что преданные уходят с обиды и с совместного служения? Как восстановить отношения? Спасибо, что вы с нами. Харик Рышна, я боялся такого рода вопросов. Ну, я не квалифицирован что-то комментировать по этому поводу, потому что мне сложно что-то оценивать. Я просто, моя медитация это в том, чтобы просто продолжать процесс преданного служения и помогать, то есть быть полезным в это время, быть максимально полезным, настолько, насколько ты можешь быть в миссии Шилопопады. И делать свой вклад, который ты можешь сделать. Есть более, наверное, квалифицированная преданность, чтобы как-то это прокомментировать, но я живу в храме, я погружен, я целый день на улице, прихожу здесь, читаю книги, отдыхаю, и полностью в это погружен, и не сильно знаю, что происходит вовне. И из-за этого мне сложно составить какую-то картину. Ну, я, например, когда был честер, духовный чекер приезжал, то так же сам он делал акцент на том, чтобы мы погружались в преданное служение, погружались в духовную практику, потому что это единственное то, что нас объединяет, это то, что нас объединяет, то, что нам, то, что сейчас очень необходимо, помогать друг другу, помогать обычным даже людям, кормить их просадам, давать им знания, то есть быть максимально полезным, в миссии Шилопопады, да. Я тоже прочитал этот писат, который скинули в чат, по поводу Раданат Махараджик, по поводу дружбы. Это как раз очень важная медитация, которую мы можем проявлять друг другу. То есть там описывают, что если я упал, я надеюсь, что ты меня, буду молиться, чтобы ты мне помог подняться, когда ты упадешь, я буду тебе помогать. То есть очень важно, друг друга поддерживать, потому что мы одна семья Шилопопады, и очень важно сохранять это единство. То, что я могу сказать, спасибо вам большое за ответ. Он действительно ценный и важный, про то, что нужно сохранять все-таки целостность и единство. Дальше. Матаджа Ольга пишет, Харикришна, примите мои смиренные поклоны и благодарности за воспевание и настройку. Вопрос. Когда вас берут книги, что вы чувствуете, и когда не берут, что вы чувствуете? Харикришна. Спасибо большое за такой вопрос. На самом деле, есть два самого большого счастья в распространении книг. Это когда у тебя берут книгу, когда ты возвращаешься с распространения книг и довольный. Это самый большой всплеск эмоций. И ты чувствуешь это счастье. На самом деле, как бы милости, мы говорили сегодня о милости Кришны. И на самом деле, не всегда, нам кажется, милость, как Матаджа Кришна, когда часто говорили, что духовная жизнь, это не банка с сгущёнкой. И может быть, в нашем понимании тоже, что милость, это всегда должно быть что-то хорошее. Что нам там пиццы накормили, или там, я не знаю, подарили какой-то подарок, то это как бы милость. На самом деле, милость, она во всём. И даже если какие-то трудности в нашу духовную жизнь приходят, это тоже милость. Это тоже милость. И, соответственно, если мы, кстати, на распространение книг рассмотрим, но, в принципе, чем интересно распространение книг, что это можно связать с любым служением. То есть, это всё проявляется и в любом служении. Чем бы вы ни занимались, это всё духовная жизнь. То есть, так же самое, что в Санкиртане берут книги, не берут. И так же в жизни хорошо, плохо, то есть, то же самое. Это тоже, это можно проецировать на свою жизнь. Неважно, занимаетесь вы распространением книг или нет. Касательно распространения книг, да, то есть, когда берут книги, ты благодарен Кришне за то, что он так проявляется, что послал таких людей. И ты счастлив в том, что он присутствует в этом процессе. Ты его чувствуешь, ты счастлива в том, что люди берут, они вдохновлены, что они давно это искали, и они тебе попались. Это естественно. Но так же самое, милость и тогда, и когда в тебя не берут книги. Это тоже милость. Потому что, ну, ты можешь немножко так расслабиться, что вот, всё хорошо, все берут книги, всё хорошо, можно, как бы, особо не молиться Кришне, потому что так же берут. Вот. И тогда Кришна начинает посылать такие испытания, что, вроде, ты делаешь всё то же самое, говоришь то же самое. И как-то так, ну, пытаясь у человека вдохновить, и вроде ему интересно, он там и книги читает, и йогой занимается. Ну, возьмите, почитайте. Нет, не хочу. Ну, почему? Ну, почему не хотите? Думаю, вам же нравится, и йога нравится, и читать нравится, всё же, и деньги у вас есть, всё же вроде складывается, а вот не хочу, и всё. Вот. Это как раз помогает понять, что не я действующий, вот, и в том, что это всё милость Кришны, и это помогает как раз отмолиться Кришне, внутренне обращаться, пожалуйста, помоги, пожалуйста, дай мне сил, пошли людей, которым это интересно, помоги мне сказать нужные слова, чтобы человек вдохновился. И это тоже милость, потому что мы усилием свою медитацию на Кришну. И бывает такое, что не берут долго, там, несколько часов, а потом под конец хоп-хоп-хоп и разобрали всех книг. Можно было бы сказать, да ладно, не берут, поеду я, наверное, домой, да, а как раз вот Кришну ждал только, когда, мы так сказать, как и Дравупаде, до последнего момента он ждал, и потом он, это часто тоже такое бывает. А бывает, наоборот, иногда все хоп-хоп-хоп, берут-берут хорошо, а потом хоп, и несколько часов тоже такое затишье. И это тоже милость. Вот, поэтому самое главное увидеть, что это милость и быть благодарным Кришне за любое, за любую возможность, и быть благодарен в самом процессе. То есть, на самом деле, нужно как бы сосредотачиваться не на том, что меня берут или не берут, а в том, что, ну, я слушал лекции до Ивана, и мне очень понравилось, он говорил, что, в чем наш результат? Если у нас, как бы, результат, чтобы у нас взяли книгу, то нас не взяли, мы расстроены, да? Но на самом деле, результат, сам процесс, это и есть уже результат. То есть, то, что я, мы постоянно спросим в мантре, да? Займи меня служением. Мы повторяем святоиме, мы ведите, займи меня служением, о всепредникающий, всерадочий Господь. И это уже есть цель, я уже достиг цели, я уже служу Кришне. То есть, повторяя святоиме, я уже служу Кришне, это уже результат. Это же самое распространение книг, я уже служу Кришне, я уже распространяю книги. Все, я уже достиг результата. Я занят служением Кришны. Я счастлив уже этим. А какой уже будет результат, это уже от него зависит. Но мое настроение, что я уже счастлив, у меня уже есть служение. Кришна дал мне возможность ему служить и распространять книги. Все, это уже я достиг результата. Спасибо. Спасибо за такой реализованный ответ. Ну, действительно, это ваше поле деятельности. Оно прям чувствуется, что у вас в этом есть опыт. И соприкосновения с Кришной в этом процессе. Так, Матаджинадя пишет. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны к антидабудхе. Дорогие преданные, благодарю за прекрасный эфир. Скажите, пожалуйста, как вы к антидабудхе пришли в движение сознания Кришны? Да, это интересный вопрос. Когда преданные встречаются, они часто задают этот вопрос. Ну, это удивительный опыт. Удивительный опыт. Я попытаюсь это искраться. Краться сейчас. Ну, суть в том, что я как бы начал интересоваться, как-то была неудовлетворенность какой-то обычной жизни, да, как люди живут, там, учеба, работа. Это было 17 лет. И, ну, какой-то был интересный опыт просто поиска саморазвития какого-то внутреннего, поиска, как избавиться от этого неудовлетворения. И, ну, и меня как бы заинтересовало, я там слушал в интернете, такой был проект одного парня, его назывался «Прощай офис на рабство». Ну, это, в общем, в том, чтобы найти просто свое дело, чтобы зарабатывать своим делом, а не просто работать на работе. А чтобы у тебя было любимое дело, ты мог этим зарабатывать. И потом этот парень, который рассказывал, он как бы ссылался на Аударетхама Прабуна Олега Геннадьевича Тарсунова часто упоминал его. И, ну, как бы, меня заинтересовало, что он часто на него ссылается, хотя я бы так просто как бы не слушал бы лекции по ведам, но из-за того, что у меня была вера в этого человека, да, заинтересовался уже ведами. Потому что он часто ссылался на веды. И я начал слушать Аударетхама Прабуна. То, что меня вначале интересовало, этот режим дня, режим питания, вот такие как бы простые вещи. Желал всем счастья. И, ну, а потом, как бы, Аударетхама Прабу посвятовал книгу «Путешествие домой» Раданат Махараджа. И эта книга очень сильно меня вдохновила и перевернула. То есть там я первый раз выучил Махамантру Харе Кришна и начал ее повторять. И, ну, вообще, меня его путь очень вдохновил Раданат Махараджа, как он путешествовал. Ну, и потом, потом у меня такой был, ну, я хотел как бы идти по пути христианства, но, как бы, и веды меня тоже привлекали. И в итоге у меня, знаете, был такой микс. Я там 10 минут желал всем счастья, потом 10 минут повторял там разные христианские молитвы, а потом еще Харе Кришна, на всякий случай. Ну, хоть шанс работает. Вот, то есть такой был интересный микс. Ну, тем не менее, все равно меня все больше и больше привлекали, как бы, веды, это философия. И однажды, ну, мы как бы с другом так вместе заинтересовались, и однажды, как бы, друг предложил поехать, ну, начали клуб Благость мы хотели поехать у нас в Харькове. И мы когда туда приехали, там такое какое-то было полузаброшенное здание, ну, такое, такого, как бы, странного вида. Мы когда туда зашли, там открыла такая бабушка дверь и говорит, ребята, что вы сюда пришли? Лучше вы спортом занялись. И начала смеяться. Мы такие думаем, куда это вы попали? Что это за благость? И в итоге мы ушли, так и туда не пошли. И потом другая говорит, а что мы тут вокруг да около? Пошли сразу в храм. Вот. И в итоге, в итоге мы узнали, ну, еще до этого я видел преданного, там, где я учился, там преданные книги часто раз поснял. Он в скоте оранжевом был. Он часто общался с людьми. Ну, его весь Харьков знает. Я его часто просто видел. И однажды я его в ВКонтакте увидел, его фотографии в этом клубе «Благость». Чисто случайно. Там было в группе 80 человек и была его фотография именно в перечне. Ну, просто. Я его случайно часто видел, спросил, где храм находится. Он сказал, где храм. Так мы с другом вот первый раз пришли летом. И сразу, когда мы пришли, это было такое, конечно, вдохновение. Мы сразу пришли, уже купили четкий Бхагавадгиту сразу. Потому что я Бхагавадгиту до этого онлайн читал. Четыре круга повторял, еще даже в храм ни разу не пришел. И сразу мы пришли в храм, купили четкий Бхагавадгиту. И буквально через полтора месяца был фестиваль от Бхакти Сангамови в Паторе. Это 13-й год был. И меня, как бы, преданные вдохновили поехать на фестиваль. И я приехал на фестиваль. Это была уже, такая, знаете, жирная точка в таком в моем выборе. Потому что, когда я приехал на фестиваль, я встретил там всех. То есть я встретил там Раданат Махараджи. Он приезжал, я встретил Аударь Адханов Прабху, встретил Читания Чандричарана Прабху, которых я как раз очень восхищался и слушал. И вот то, что больше всего меня добило, что я встретил этого парня потом, изначально, которого я тогда слушал, что он рассказывал про «Ща офис на рабство». Я его тоже там встретил. Он, оказывается, тоже преданный. И тогда это просто меня, знаете, как все точки в айди насошлись для меня. такой был взрыв в фестивале. И я понял, что это как бы правильный путь. И то, что Кришна так вот вел. Ну и дальше как бы таким образом приходил к храму. Интересовался, все больше и больше погружался. Потом уже решил переехать жить в храм, чтобы, знаете, максимально было погружение. Ну вот так вот. Простите, что так долго. Не, спасибо вам большое. Очень интересно было узнать ваш путь. Алена пишет «Иканти Табудхи Прабуд, спасибо за вдохновение, ваше доброе сердце, вся слава Шриду Прабхади». Елена пишет «Какая милость, а кто у вас в Горуде?» Это Шелани Ранджин Махараш, как раз того, кого я сегодня читал. Говорится, что нужно, как сказать, в тайне держать некоторые вещи, имя духовного учителя. Вы просили, поэтому я задала это. Ну да. Я просто следую поступать Матхази Кришна Найкина, часто упоминать своего духовного учителя, когда она рассказывает. Поэтому, да, но это особое, ну, поскольку я уже упоминал, да, что он подарил алтарь, поэтому это такая особая милость, забота духовного учителя. И это проявляется потом на Санкт-Киртане. Я вот на протяжении всего, всего прошлого года этого каждую неделю посылал отчеты, тоже фотографии с распространения книг и отчеты о том, что происходит, и он, как бы, очень довольный. И, ну, на самом деле, он когда-то говорил, что, знаете, нет более, как мы ищем, как бы, зону комфорта. Нам кажется, зона комфорта, например, там, лежать на диване и кушать что-то вкусное. Но он сказал, что на самом деле зона комфорта самая лучшая, это когда нами доволен, Шила Пропада Духовного Учителя. И вот действительно, когда ты хоть в какой-то степени с этим соприкасаешься, что как бы Шила Пропада Духовного Учителя, это такое счастье, просто, ну, нет аналога в этом мире такого счастья. И действительно, это удивительный такой вот опыт, который желают всем. Ну, я думаю, каждый с этим соприкасался. Слушайте, Леонид Ранджин с вами, он же тоже в свое время очень много книг распространялся, анкиртами занимался. Я думаю, это отношение для него особенно трепетно и особенно близко. Да. Ну, у него даже в Паранамо-мантре там содержится то же, что он как бы погружен вместе с анкиртами. Да, я как бы ему писал в подношении, что для меня ваша Паранамо-мантра это как, знаете, девиз, который ты по несколько раз в день повторяешь, медитируя на анкиртами. Здорово, спасибо большое. Сергей Роговец спрашивает, Харе Кришна, если люди посылают, если людей посылает Кришна, это его милость. Мои усилия тогда в чем? Харе Кришна. Да, я вас вижу, спасибо за ваш вопрос. Да, это суть в том, на самом деле с анкиртами действительно Кришна все делает. Кришна дал нам книги, дал нам прасаду, дал нам общество преданных, дал нам вообще возможности существовать, он дал нам это тело, то есть он нам дал все, он дал нам Шулы Прападу и действительно действующий Кришна. И наши усилия, они состоят только в том, чтобы просто адекватно человеку объяснить о чем эти книги и почему они будут для него интересны. И в этом вся суть с анкиртами, не в том, что я там как-то мистические способности проявляю, просто с человеком по-человечески поговорить и объяснить ему просто, что такое благо этому книги принесут, что эти книги изменили мою жизнь, я хочу поделиться с вами, возможно, они тоже вам помогут. Просто адекватно с человеком поговорить и вдохновить его взять книгу, то есть на самом деле мы можем наброс своим поведением человека оттолкнуть, он мог бы и захотел бы взять книгу, мы можем что-то не так сказать сделать и человек не возьмет. Но как бы в этом наша ошибка, что в этом твоя ошибка, что человек не взял книгу. И поэтому нужно не мешать проповедовать Шиле Павападе просто. И Шиле Павапада проповедует в своих книгах наша цель просто донести проповедь Шиле Павапада до человека просто максимально адекватным образом. Вот и как бы все наши усилия в этом. Но тем не менее мы все равно должны себя чувствовать всегда в зависимости от Кришны и поэтому всегда поддерживать себя в духовной форме. Это тоже наше усилие. То есть рано вставать, повторять мантру внимательно, изучать Писание, постоянная молиться Кришне, просить Его, чтобы стать инструментом, инструментом в Его руках. И тогда Кришна, видя нашу, Он же может любому человеку послать, но не всегда всем посылает. Почему? Потому что это Он решает, кому поставить. Мы просто должны стать инструментом. И это тоже наше усилие. Наше усилие не присваивать себе этот результат. Это тоже наше усилие не присваивать себе этот результат. Наверное, даже это самое тяжелое усилие в том, чтобы не присваивать себе это и всегда зависит от Кришны. Это тоже очень важное усилие. иначе мы все потеряем и Кришна не будет проявлять милость. Арри Кришна. Арри Кришна, спасибо большое. Спасибо большое за ответ. Ольга, благодарю за ответ, она спрашивала про, что вы чувствуете, когда берут книгу или не берут. В принципе, все. Вопросики на сегодня закончились. Наше время тоже эфира вышла. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться, почувствовать ваш опыт, ваш вкус в отношениях с Господом. Это очень ценно. Спасибо вам большое. И, дорогие преданные, спасибо, что присоединяетесь. Спасибо, что продолжаем молиться за благо всего мира. Это очень ценно для всех. Спасибо. Будем тогда завершать. Харе Кришна. Харе Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok